Утро на телеканале Россия продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре понедельник 17 января. Минздрав России предупредил регионы о пятой волне COVID-19. По данным Роспотребнадзора, новый штамм Omicron обладает высокой скоростью распространения, особенно среди невакцинированных и людей старше 60 лет. В соответствии с поручением министра здравоохранения России Михаила Мурашков, в Чувашии, как и во всех субъектах страны, будет увеличен коечный резерв в ковидных стационарах, а также лекарственный запас препаратов. Медицинскую помощь заболевшие коронавирусом со штаммом Omicron смогут получить на базе пяти медорганизаций республики. Кроме этого, перед Чувашией стоит еще одна задача – нарастить темпы вакцинации. Именно вакцины, в том числе и спутник ВИП, по данным Роспотребнадзора, способны снизить риск заболевания новым вариантом коронавируса. Уже на этой неделе, с 20 января, попасть в некоторые гипермаркеты и рынки жители Чувашии смогут лишь при наличии QR-кода. Региональное министерство экономического развития опубликовало список объектов, которых коснется нововведения. Всего в перечне 14 точек, где реализуются товары смешанного ассортимента с площадью торгового зала более 1 тысячи квадратных метров. Одна из них в Новочебоксарске. Входной фильтр введут в гипермаркете «Магнит» по улице строителей. Без QR-кода не получится попасть и на канажскую городскую ярмарку, и сельскохозяйственный рынок в деревне Большие Бекшихи. Остальные 11 торговых объектов располагаются на территории Чебоксар. Кстати, подробнее пропускную систему обсудят сегодня на совещании в Доме правительства. С сегодняшнего дня в Новочебоксарске проезд в общественном транспорте по муниципальным автобусным маршрутам стал дороже. Билеты выросли в цене на 2 рубля. Об этом сообщили в администрации города Спутника. Повышение тарифа коснулось шести маршруток и одного автобуса. Теперь за проезд при оплате наличными нужно будет отдать 26 рублей. По карте 24. Среди основных причин увеличения стоимости билета отмечается на сайте городской администрации – скачок цен на топливо. Этот год в республике посвящен выдающимся землякам. В Чувашском драматическом театре к нему приурочили фестиваль под названием «Доброе имя ценнее богатства». В течение полугода будут показаны спектакли, посвященные людям, которые прославили Чувашию. В программу включили постановки из современного репертуара. Фестиваль стартует 28 января. В этот день зрители смогут увидеть спектакль по произведению Иоакима Максимова Кошкинского, Константин Иванов, который рассказывает о жизни Чувашского классика, автора бессмертной поэмы Нарспи. Второй спектакль, это будет у нас 25 февраля в 13.00. Это спектакль «Шуйтанчури. Раб дьявола» по пьесе Якова Усая. Все знают, что Яков Усай – поэт, драматур, публицист, народный поэт Чувашской АССР. Много сделал для развития Чувашского слова. Он гремел звонкой поэтийской славой во всех уголках нашей страны. А 25 марта зрители смогут увидеть спектакль «В деревне» – пьесу Федора Павлова, рассказывающую о жизни чувашского народа. Следующая постановка «Угаснет свет во мне, а ты гори» содержит страницы биографии всемирно известного ученого-китаеведа Никиты Бичурина. Режиссер-постановщик – заслуженный артистка Чувашской республики Наталья Сергеева. Спектакль покажут 22 апреля. Завершится фестиваль в мае произведением Петра Осипова «Проклятое пламя». Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».